Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Им нужно менять стереотипы, менять полностью страничку, но об этом, наверное, больше Виталий потом расскажет, как это правильно поступает. То есть про вот этих котиков, все это нужно будет переигрывать, потому что за вами постоянно, каждый день, каждую секунду будут наблюдать миллионы зрителей. Что вы делаете, что вы пишете, как вы пишете, но об этом немножко позже. Немножко по цифрам о будущем. 2018 год. Это перспектива, как я говорил, уже мобильных телефонов, интернета, социальных сетей. То есть многие большие и крупные компании, которые выходят на рынок на продажу, свой рынок, свои вложения на 2018 год больше пересмысливают на интернет. Это мы видим. Если поисковые системы в 2017-2016 году использовали там 1 миллиард 200 миллионов гривен, то в этом практически в два раза увеличивается бюджет. То есть люди больше определяют внимание интернету. Они понимают, что мы сейчас больше с телефонами, с планшетами, всю полезную информацию мы ищем ни в метро, ни в газетах, ни в журналах. Первым делом мы в телефоне, в поисковике обиваем тот или иной продукт. Поэтому все больше нацелены на интернет. Баннерная реклама. Баннерная реклама это то, что вы постоянно видите на сайтах, всплывающие со всех сторон, мигающие картинки, купи, продай, испробуй. То есть также мы видим, что если в 2016 году это было 750 миллионов, в 2018 году бюджет прогнозирует 920 миллионов. То есть люди также на баннерную рекламу планируют больше дохода. Ну и дальше так по всем остальным. Также в том числе, включая YouTube, мобильное приложение. То есть из этих цифр мы видим, что даже большие компании определяют свой бюджет. Они прогнозируют развитие интернета. Что будущее за интернетом. Из топ-5 сайтов, которые вот запосещаем в одном семинаре, директор одного из крупнейших банков Украины, сказал, что в 2018 год, как раз вот, то, что мы по цифрам говорим, планируется именно вложение в интернет. То есть делали статистику за 2017 год. Телевизор, газеты уже не дают того результата, который ожидает. Все-таки больше дает интернет. То есть иногда выложить один пост в день, он дает намного больше зрителей, намного больше отдачи, чем тот же телевизор. Ну давайте немножко подробнее о тех социальных сетях, которые в основном используют в Украине. На сегодняшний день у нас самым популярным является, конечно же, Facebook. Так я уже говорил и ранее. Многие люди мигрировали от ВКонтакте, от одноклассников, именно на социальную сеть Facebook. Facebook, я считаю, наверное, это более все-таки бизнес-сегмент, где люди все-таки больше смотрят, следят за какими-то новостями, то ли политическими, то ли еще каким-то другим сегментом. Если раньше мы там тот же ВКонтакте возьмем, большая аудитория присутствовала в основном, посмотреть видео, посмотреть какие-то картинки, посмотреть, послушать музыку, то Facebook это более следить за новостями, именно каких-то больших людей. Инстаграм. Инстаграм это такая вещь, фотохранилище, назовем его так. Очень удобная, на мой взгляд, программа, это когда мы сфотографировали, не важно что, вот даже сегодняшнее собрание, можно сфотографировать, выложить, вы знаете, что оно постоянно останется, за ним постоянно следят, его комментируют, то есть это такой себе. Фотобаза, ваша фотобаза. Ну, YouTube. YouTube это видеоблог, которым, я считаю, нужно разбавлять, разбавлять вашу социальную сеть. И по цифрам. По цифрам в мире. На сегодняшний день, смотрите, у нас в Facebook, это в мире активных пользователей, 2 миллиарда человек. То есть это довольно-таки огромная цифра, 2 миллиарда человек. То есть это тот потенциал, с которым мы с вами можем работать ежедневно, ежесекундно, которые могут на вас подписываться, по вашим интересам, следить за вашей информацией. Инстаграм у нас идет немножко меньше, но там практически до миллиона, до миллиарда доходит он. И YouTube. Полтора миллиарда человек на сегодняшний день. Это все активные пользователи. 22 миллиона человек это именно украинских пользователей и социальными сетями. То есть внушительная цифра 22 миллиона. То есть потенциал, куда нам с вами развиваться именно в интернете, это огромный. Это та публика, с которой мы с вами можем работать. То есть если мы по интересам привлекаем даже 10% этой публики, то есть вы представляете, как можно управлять людьми. то есть доехали информацию. Ну, насправдно, если вы помните избирательную кампанию в Америке, то был целый бум, когда сказали о том, что кампанию Трамп выиграла непосредственно на подаче информации через Facebook, социальные сети, Instagram и Twitter. Поэтому я думаю, что наш политик, он тоже будет на это акцентировать внимание. И в дальнейшем мы немножко поговорим об этом. YouTube. YouTube, как я и говорил еще ранее, это видеоблог. Это та социальная сеть, где мы именно будем разбавлять основные страницы. То есть как делают, давайте я буду так делать, на самом примере. Как делают основные проекты. Мы создаем с вами основную социальную сеть. Это, к примеру, Facebook. Вы создаете страницу. Некоторые компании создают сайт, из него уже переводят информацию Facebook. И как раз вот именно YouTube, так же, наверное, все-таки Instagram, это вещи, которые мы разбавляем. Мы пишем пост или мы пишем какую-то статью, и мы добавляем туда видео. То есть мы его разбавляем для того, чтобы нашему пользователю, нашему читателю было более интересно. И в этом именно нам помогают вот такие социальные сети, как YouTube. YouTube интересен тем, что выложившее видео, оно постоянно фиксируется, сохраняется на вашем профиле. И туда ежедневно, если правильно сформулировать запросы, правильно сделать хэштеги, вам ежедневно будут добавляться люди, которые ищут ту или инфо... ну, информацию в интернете. То есть оно не удаляется. Это не так, как в Facebook. Вы добавили пост, вы добавляете дальше пост, он уходит ниже, 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 и, допустим, через месяц вы там практически не найдете. YouTube в этом плане немножко лучше работает. На сегодняшний день, да, вот, мы там видим, что активная аудитория, это полтора миллиарда пользователей. Там ежедневно это миллионы просмотров. Что еще хотел бы по этой YouTube? Спасибо.